Новгородскую область сегодня посетил секретарь общественной палаты страны Валерий Фадеев. Он побывал в селе Грузино, где энтузиасты строят планы по возрождению усадьбы графа Рокчеева. По зеркальной водной глади на другой берег одиноко перебирается местный рыбак. Сложно поверить, но в начале 19 века здесь была пристань, а еще гранитная набережная, которую охраняли каменные львы, чугунная колоннада, собор и дворцы графа Рокчеева. На сравнительно маленькой территории было построено столько необычных, уникальных сооружений, настолько это было все компактно, это все продуманно, что занимая небольшую территорию холма, усадьба после окончания строительства имела такой прекрасный вид, что многие влиятельные вельможи Санкт-Петербурга мечтали быть приглашенными и побывать в Грузии. Во времена советской власти усадьбу запустили, постройки начали ветшать без присмотра, что-то воровали, но стерли имение с лица земли военные действия. Это часть постамента памятника Александру Первому. Во времена Великой Отечественной войны монумент был практически полностью уничтожен, как и весь дворцово-парковый комплекс, созданный графом Рокчеевым. И сегодня новгородцы и музейные специалисты мечтают хотя бы частично восстановить эту красоту. Воссоздать 46 гектаров удивительного комплекса полностью удастся едва ли. Даже 6-метровый памятник, отлитый из бронзы, чей гранитный постамент частично уцелел, это огромные деньги. Но жители Грузина продолжают пытаться искать возможности. Вот и сегодня, проводя экскурсию, секретарю общественной палаты страны Валерию Фадееву с гордостью отмечают, что он шагает по их Невскому проспекту, главной улице усадьбы, которая была оборудована и подземными сооружениями, к несчастью, ставшими укрытием для немецких захватчиков. Были подземные переходы, ходы, и они их укрепили, и когда шли бомбёжки, они вместе с техникой спускались под землю. Бомбёжка кончалась, они поднимались наверх. Под землёй до сих пор могут быть боеприпасы. Разминирование в советские годы провели поверхностно. Но если этим займутся современные специалисты, территория не только станет безопаснее, но и вполне возможно удастся отыскать сохранившиеся фрагменты усадебного комплекса. Вообще у жителей села оказалось много предложений. Они касались сферы ЖКХ, кадрового голода в местной школе, благоустройства Грузина. Вот этот новый дух, он появляется, он проявляется, когда людям нравится отвечать за что-то, как-то влиять на жизнь, как участвовать в каких-то проектах, по благоустройству, в проектах работы с детьми, в работе с инвалидами. Самые разные проекты. И вот наша задача попробовать всячески это поддерживать, административно поддерживать, просто коммуникации налаживать, на бюрократию давить там, где это надо. Важно, что все инициативы принадлежат людям, они идут по команде сверху, отметил Валерий Фадеев. Именно такую активность и необходимо поддерживать в первую очередь. Из Чудовского района Юлия Бабич, Андрей Константинов. Новости Новгородское областное телевидение.